Два года тому назад по предложениям СМЕСТ я поддержал проект создания в Витебской области семи интеграционных структур. Тогда примерно в таком же составе, только в другом месте, вы клятвенно заверяли меня и всю страну, что это единственный способ, который может вывести вас на хорошую жизнь. Вы все это помните, поэтому сегодня настало время, как я и обещал, сначала на Западе, а потом на Востоке. Мы рассмотрим вопросы эффективности работы агропромышленных объединений нашей области. Прошло два года с момента корректировки соответствующих документов. Абсолютно все, о чем просил Витебский обл.исполком, государство выполнило. И даже больше. Простились, писали, дали отсрочки, рассрочки, открыли спецшита, проценты гасим и тому подобное. Пришло время спрашивать за результат. Обстановка в мире, естественно, в нашем регионе непростая. Что касается вас, вы серьезно задолжали стране и бюджету. И прямо скажу, железобетонно вы должны возвращать те средства, которые в вас вложили и оказали вам поддержку. Изучение материалов, которые мне представило правительство обл.исполкома, контролирующих надзорных органов, показывает, на необходимые параметры развития агрообъединения пока не вышли. Ни в производственной части, урожай, корма, мясо, молоко, загрузка производств, ни самое главное в экономической и финансовой прибыли, рентабельность, экспорт, обслуживание долгов. Вы не вышли. Считаю такое положение крайне ненормальным, что в целом по всем объединениям за прошлый год получен убыток от реализации. Половина организаций работает с отрицательной рентабельностью. Выросли просроченные долги. Процветают посредники и схемы выдачи многолетних авансов со стороны переработчиков в пользу неэффективных хозяйств. Как меня информируют, есть факты задержек зарплаты рядовым работникам. Об этом я вас предупреждал отдельно. На сей счет разговор последний. Комитет госконтроля докладывает о большой текучести кадров в АПК Витебщины. Половина руководителей имеет стаж работы менее трех лет. В ваших объединениях не хватает зоотехников, агрономов, ветврачей и других нужных специалистов. А ведь мы договаривались, что при объединении головном, допустим, глубоком, будут созданы бригады. Соответствующие бригады соответствующих специалистов. Особенно ветеринарных врачей. И они будут обслуживать предприятия, которые входят в ваше интеграционное объединение. Ну, как вариант. Не решим кадровый вопрос. Не решим вопросы производственной дисциплины и других видов дисциплины. Никаких проблем мы не решим. Детально сегодня надо разобраться в сложившейся ситуации, начиная с организационных вопросов. Вертикаль управления, роль Витебского концерна мясомолочные продукты, участие Минсельхозпрода. И главное поручение, которое было дано председателям райисполкома по персональной ответственности за 2-3 наиболее слабых сельхозпредприятий. И так далее. Что с исполнительской дисциплиной в реализации тех планов и программ, которые были разработаны и утверждены самим оболосполкомом и правительством. Я в эту работу не вмешивался и дал вам все полномочия, которые вы просили. Об этом очень много говорили в прошлом, да и в начале этого года. Полномочия, полномочия. Вы их получили. На совещание приглашены руководители всех организаций нашей интеграционной глубокской структуры. Директора самих объединений. Бывшие нынешние областные и районные начальники. Поэтому начнем с губернатора. Человек не новый в этой теме. В должности вице-премьера полностью курировал данные вопросы. А сейчас посмотрели с уровня губернатора. До 1 марта по указу вы должны были в оболосполкоме детально рассмотреть, согласовать бизнес-планы развития этих объединений. Причем вместе с местными райисполкомами и вашим концерном. Так что времени на погружение в проблемы было предостаточно. Но это детали, это ваши вопросы. Далее министр сельского хозяйства Брилло доложит, как я обозначил, выше о кадровой ситуации и вообще о роли министерства в развитии этого региона. Послушаем бывших нынешних разработчиков, отдельных руководителей. Поэтому давайте четко по регламенту, без самоотчетов, что получилось, что нет. И самое главное, что будем делать дальше. Пожалуйста, Александр Михайлович. Уважаемый Александр Георгиевич, я немножко два слова по истории скажу, как указ. На момент подписания указа номер 70 ситуация в экономике АПК не позволяла развиваться сельхозпредприятиям и переработка могла остаться совсем без сырья, так как не имела возможности больше авансировать село, а сельхозпредприятия не могли осуществлять деятельность без поддержки. Сложившийся высокий уровень кредиторской задолженности в агропромышленном комплексе не позволял предприятиям своевременно проводить необходимые расчеты и пополнять оборотные средства. Общая сумма долговых обязательств до принятия указа номер 70 составляла более 3 миллиардов рублей. Именно это сподвигло разработать и принять указ номер 70, в рамках которого, как вы справедливо заметили, были созданы 7 агропромышленных объединений на базе акционерных обществ, переработчиков, в которые вошли 137 организаций. Из них 114... Александр Михайлович, вот эта система пригодная, она способна существовать, и это никакая не новинка. Там, где объединено сырье, производство в колхозах, совхозах молоко, мясо, с переработкой, заводы молококомбинаты и мясокомбинаты, и торговля, как в некоторых у нас крупных объединениях, Дзержинский, там в Брестской области есть, там никогда не было вопросов с финансами. Никогда. Поэтому вот это первый шаг, подключаете торговлю, окончательный вариант. Поэтому это нормальная система, которая должна была дать результат. Почему не дала результата? Какие причины? Вот это мы должны четко сегодня понимать. Я дозову причины, как я вижу. Конечно, основная причина, как мы сказали, была недостаточная загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий. Вторая тема – все-таки отсутствие четкого видения развития самих объединений, распыления денежных средств и сырьевых ресурсов. Большой штат работников, управляющих компанией, и как итог – острый дефицит денежных средств. То есть не до конца просчитывалось, куда деньги направлять. А направлять нужно было в те сначала объекты, которые максимально быстро должны были дать нам отдачу. Сразу поставить там животных, получать уже какое-то молоко, загружать предприятия, получать прибыль. Далее. Дальнейшее вымывание оборотных средств на авансирование неперспективных сельхозорганизаций, предприятий, входящих в структуры, в отношении которых в ближайшее время будут уже приняты решения о либо реорганизации, либо ликвидации. Далее. Пункт тривиальный, но не менее актуальный – это систематическое нарушение технологических регламентов при производстве сельхозпродукции. Не так покормили, отсутствие не тот комбикорм пошел, не так растел, приняли и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, объективные такие факторы, как рост закупочных цен, рост цен на импортные составляющие, там вакцины, препараты, белок – это все оказало такое влияние на развитие этих структур. И вообще по всем структурам привело к тому, что структуры добавили 9% к выручке, но к программе, которая была сверстана по развитию вообще Витебской области, и структуры тоже погружены в эту программу, мы недополучили порядка 155 миллионов рублей. Можно констатировать, что 70-й указ выполнил свою социальную роль, снизил долговую нагрузку, но не позволил в полной мере нарастить объемы производства и запустить новый инвестиционный цикл на всех предприятиях. Первоочередными задачами, я уже про них говорил, я вижу, это в максимально сжатые сроки завершить уже начатое строительство и закомплектовать поголовьем то, что уже построено. А также интенсивно продолжить реконструкцию производственных помещений, которые уже определены правительством, министерством сельского хозяйства и областью. Остался вот этот последний год. Ты должен быть добавлять в деньгах. Ну, надо хотя бы чуть-чуть, вот ты строишь тут репродукторы, все это хорошо. Ты должен был за два года хотя бы на 2% подняться. Вот о чем идет речь. Это меня больше всего волнует. А есть у тебя кадры или нет? Люди работают, не работают? Зарплата есть или нет? Это твои вопросы. Мне в целом надо видеть проблему, а эта проблема не решается. Мы определились, мы приняли решение. Я пошел вам навстречу. Ты тогда был в правительстве, он был губернатором. Вот они все, разработчики, вносили предложение. И я же вас тогда предупреждал. Мужики, смотрите, этот губернатор, другой. Возьмите, стенограмма есть. Головой ответите за это. Владимир Павлович, об этом же договаривались. Выкладывались. И будете потом, опять же придете, ведь вопрос в чем стоял? Все закредитованы, работать не могли. Дайте вздохнуть, дайте воздуха. Мы не только воздуха дали, мы вам кислород тоннами возили для того, чтобы вы дышали. И я вас предупреждал, что это не мой подарок. Мы со всей страны и собрали все. Это значит, кто-то где-то недополучил. То есть те деньги, которые вы должны были раньше, как договаривались, вернуть, вы их не вернули, кто-то недополучил эти деньги. Так точно. Я не зря пригласил сюда руководителей. Не дай бог, в этом году не будет подвижек. Вы хотите каких-то дополнительных прав, полномочий? Берите любые. Как тут Ельцин говорил, сколько проглотите, потянете, столько и берите. Без деревни Витебск не выживет. Но деревне тоже надо начинать шевелиться. Сейчас мир ломается на колено, и передел мира идет. А мы тут рассуждаем, у нас коровник плохой или неплохой. Самое главное, дайте руководителям право принимать решения. В том числе и кадровое. Сейчас момент такой. Момент тяжелый, но в то же время шикарнейший момент. Россия открыта. Нам открывается прекрасная возможность. И деньги хорошие. Наш российский рубль что не устраивает? Устраивает. Мы можем топливо купить. Можем сырье, ресурсы там, еще что-то нам надо. Для сельского хозяйства лучшего времени не будет. Война закончится в Украине. Там же все разбито. А не посеет ли еще в этом году? Тоже надо людей кормить 40 миллионов. Мы и так 7 миллиардов там торговали. Продавай, пожалуйста. А мы в Витебске чего-то ждем. Приедет сейчас президент, привезет новогодние подарки в мешке. Николай Николаевич, закончился Новый год. Изделие это недопустимо. Даже если лопатой завтра надо землю перекопать. Неужели вы не чувствуете, какая ситуация? Мы хотим быть независимыми. А пошевелиться на эту независимость никто не хочет. От члена правительства до ярки. Поэтому если вы выбрали эту независимость, давайте вкалывать. Что тут вы мне эти цифры крутите, вертите? Нужно молоко и мясо. У вас есть производственные мощности перерабатывающие. Загрузите их. Загрузите. Я к вам претензии иметь не буду. Тогда у вас будут деньги. Момент такой. С одной стороны тяжелейшая ситуация. Душить нас будут вместе с Россией постоянно. Вы же видите, что они нас включают в списки, чтобы Россия через Беларусь не обошла санкции. То есть за компанию. Но мы то понимаем, что им надо угробить нас. Довести до уровня Украины. И нам всегда разобраться с этим. С одной стороны тяжело. Легче не будет. Не будет легче. Но с другой стороны. Для вас, аграриев, и для тех, кто производит сельхозтехнику, счастье. Вот приехала делегация. Премьер России просит. Да, вот президенты договорились. Дайте нам в списке, что вы хотите продать в России. Мы вас включим в этот список. Везите. Это возможности. Это шанс. Если мы этим шансом не воспользуемся, никогда сельское хозяйство наше не встанет с колен. Никогда. Поэтому сегодня надо через любые трудности, сложности, сжав зубы, надо выдержать этот и, возможно, в следующий год. И мы перестроимся. Мы перестроимся и будем работать нормально. Но вы должны для того, чтобы подняться с колен, получить продукцию и продать. Продолжение следует...